Приветствую, друзья! Сегодня у нас будет разбор планировки. Сегодня я покажу одна из планировок практически для финала. Это квартира, которую мы делаем на нашем курсе по дизайну интерьера. Сделал ее Игорь, и сейчас я вместе с вами ее посмотрю, прокомментирую, и, возможно, мы зачтем ее как финальную, да, либо дадим какие-то комментарии на улучшение. Сразу буду смотреть, вносить какие-то комментарии, исправления, то есть они тоже здесь будут, все по-взрослому, как и должно быть. Примерно таким образом я как раз комментирую ваши работы и помогаю вам за одну, две, три итерации сделать и научиться дизайну, и в дальнейшем работать уже качественно и понятно. Итак, мы входим. На входе у нас есть подписи. Это очень удобно, то есть всегда есть когда возможность написать подпись и показать. Это лучше показать, это полезно и для разбора, если вы арт-директору работаете с кем-то, да, в команде, показываете, либо клиенту, это тоже очень хорошо, потому что одно дело вы ему презентовали, потом он все равно подумает, вы ему оставили, отдали подписи, и он уже не забудет. То есть он сам сможет подумать, либо что-то сам даже внесет. Дальше мы заходим, попадаем, наверное, сначала вот в эту часть. Здесь у нас кладовка. Кладовая, отлично. Один, два. Здесь, конечно, лучше всего... Ага, 600 показано. Это очень здорово, что показано 600, да, что тут есть понимание, что сюда плечики войдут. И второе, что здесь еще один дополнительный шкафчик. Отлично. Что можно улучшить? Мы, когда делаем обмеры, всегда нужно делать, ну, это в программе уже редактирования, детализацию до 5 баллов, да, то есть здесь будет 795, то есть не нужно до миллиметра. Там можно просто ограничения поставить, но это так уже мелочь, но тоже прикольно важный. Шкаф здесь 700. В принципе, 700 сильно не надо, это как бы, ну, лишнее, да, но он получается, окей, получается, но можно и 600 сделать, то есть туда-сюда подыграть. Нормально. Дальше входим в эту зону. Следующий здесь у нас кабинет. Тумба с лампой стоит сбоку. Тумба с лампой еще один стоит. Здесь стол отлично. 700 отлично. Да, кстати, 700 это прям очень хорошо. 600 такой тоже минимум, наверное. 700 это прям замечательно. Можно спокойно там и ноги вытянуть, да, если ты сидишь долго работаешь, то это достаточно удобная история получается. Компьютер. Ну, в принципе, да, здесь даже иногда какие-то полочки еще помещаются спокойненько, либо здесь вот еще что удобно могу порекомендовать, когда вот такой стол стоит, здорово вешать компьютер на стену, ну, монитор, да, то есть двигать, чтобы на столе было свободно, то есть не обязательно вот именно так. Но это так уже мелочи, просто имейте в виду, то есть можно тогда в этом случае чуть поменьше сделать и повесить монитор на дальнюю стену, либо там полочки какие-то организовать. Здесь какой-то шкаф. Хорошо. В принципе, все здесь устраивает, все нормально. Здесь вся эта стена в полочках, тоже клево. Идем дальше. Следующая зона – это коридор. Окей, подписано. Значит, 700 тоже, опять же, 600 достаточно, но 700 тоже хорошо. Попадаем в гостевой санузел. Здесь унитаз, душ, машина и что еще? И раковина, да. То есть машина немножко внутрь, и вот эта зона непонятна, для чего она, ну не сильно как бы понятна, немножко нелогично. То есть мы сюда попадаем, и может быть, кстати, здесь как-то закрыть дверкой, то есть можно дверкой закрыть, чтобы она открывалась и закрывалась. То есть здесь уже позволяет пространство, потому что машина сама 600, плюс там ручка какая-то еще будет дополнительная. Ну в общем, нормально, можно всю эту зону закрыть за какими-то дверками. Иногда делают вот такие дверки, как бы они решетчато открываются и закрываются. Вот в таком примерно формате, да, так вот как в салоне мы заходим, да, как в вестернах, вот это прикольно. Ну хорошо, да, в принципе согласовываем. Идем дальше. Попадаем мы в зону, куда мы попадаем. Мы здесь, это что, это холодильники, это что? А, это кухня, да, получается? Кухня сделана в коридоре. Кстати, неплохо, вполне. Кухня одна здесь, здесь вытяжка будет, скорее всего, да, и комфорочка, отлично. Переходит это все в зону для бара, плюс зона для хранения. Вот это вот до конца не понял. Вот это что такое? Это столешница, этот вырез, наверное, для ног, да, имеется в виду. Вот здесь, наверное, какую-то особенность я хочу дополнительно внести. Почему? Потому что если это вырез для ног, вот я не знаю, кстати, а, это столешница, столешница дополнительная по высоте. Не уверен, кстати, это не обязательно, столешницу не обязательно делать выше, но можно, да, то есть можно делать. Почему? Потому что, ну, как бы вот такая зона будет небольшая. Можно, да, сделать. Да, я понимаю, что это барная стойка, Плюс тут еще столовая Да, наверное, тогда имеет смысл В чем плюс такой столешницы? Вы не видите как бы бардака, если тут он вдруг будет И вот там вот сзади, то есть сюда можно тостер, например, поставить Сюда можно, не знаю, какие-то там фишечки поставить То есть внутрь можно под эту столешницу много чего спрятать Такую кухарскую утварь Это как бы полезно, прикольно, интересно Поэтому да, хорошо Давайте сейчас пока туда не пойдем Это на сладенькое ставим Сходим в детскую ванную комнату Отлично Кстати, вот обратите внимание, то что заплетчики везде говорю Везде заплетчики есть, везде расстояние есть Ну здесь вот можно еще немножечко добавить Дверь 900 не надо, проем То есть можно 800 спокойно делать, чтобы здесь было 100 мм Да, вот от конца наличника до следующей вот стены То есть 10 мм, чтобы было Вернее 10 см, 100 мм, тогда лучше В данном случае можно либо сделать меньше дверь Вполне допустимой Они не нужны по 900 на самом деле 900 проема это 800 дверь Двери могут быть 700 вполне ок В санузлы даже 600, не надо слишком большие делать Так, здесь хорошо, здесь хорошо, хорошо, хорошо В принципе все ок Эта штука тоже может быть раковина такая Можно ее как бы отдельно встроить Тут уже дело вкуса Тут по дизайну подберете, что будет нужно Так, следующее Заходим в детскую номер 1 Здесь 600 отлично Кроваточка отлично Супер тоже хорошо Такой же совет и рекомендации Можно там повесить дополнительно Да, кстати, иногда вешают даже не обязательно компьютер Да, если ноутбук отдельно Да, либо компьютер как телевизор вешают Просто хорошее качество экран И отдельно клавиатуру То есть за счет того, что 4К будет достаточно далеко Расстояние То есть глаза не будут уставать Чем для глаз дальше расстояние, тем лучше Вот, поэтому если подобрать хороший экран Еще дополнительно можно как бы сделать больше объем Да, более интересно это сделать И более качественно получается пространство организовать на столе Здесь все хорошо Очень здорово, что есть припаркованное состояние шторы То есть все прекрасно Молодец Игорь, тут все отлично Заходим в детскую 2 Много очень тоже места для хранения Это классно Здесь все отлично Здесь отлично Можно лежать, смотреть Да, то же самое, такая же рекомендация может быть Да, если нужно Здесь шкафчики какие-то Это два кресла, торшер Все прекрасно Мне очень все нравится Согласовываем эту зону Вполне Опять же, тут надо смотреть, что заказчику все это устраивает То есть я сейчас смотрю на предмет Каких-то ошибок и проблем Есть они или нет Мне все нравится Как такому стороннему наблюдателю Если заказчик это все тоже устраивает То вообще замечательно Здесь стульчики отлично Переходим в зону столовой Здесь большая столовая Здорово Кстати, когда показываете Именно работу Ну, как бы свою Как клиенту Имеет смысл как раз таки В раздвижных всех позициях показывать Это очень здорово Потому что иногда, знаете, как делают Иногда делают вот так вот Стол, да И стулья как-то вот так вот показывают Типа мы влазим Нет Правильно будет именно разложить И чтобы вот здесь вот От разложенного стула Было расстояние 600 Тогда можно спокойно пройти Здесь у нас все замечательно То есть, в принципе, тут и пространство позволяет Да, вот так вот обходить Везде место есть Везде все четко, качественно И хорошо сделано Вот спальня Сдвижная дверь Вот здесь я немножко опасаюсь Потому что Ну, как бы сдвижная дверь Она не такая качественная По звукоизоляции Вот поэтому тут бы возможно Да, все-таки имеет смысл Сделать распашную Да, и как бы более звукоизолированную Потому что, ну, может быть Там некомфортно Если кто-то будет тусоваться Да, там на кухне, допустим А в спальне кто-то будет спать Будет все слышно Следующую зону Гостиная Отлично Биокамин Отлично Зерк А, это уже внутрь Здесь диван Хорошо Ну, диван, кстати, возможно Да, имеет смысл Как бы сделать еще Ну, опять же, тут на любителя Да, то есть диван Как бы удобно Может быть даже и так Либо Как еще вариант Не обязательно Но возможно Все-таки диван И вот так поставить Может быть два кресла Каких-то вместить Это тоже Как бы нужно Не нужно Не знаю Вот Можно оставить как есть Это я сейчас просто Варианты показал Это не значит Что сейчас неправильно сделано Сейчас все в принципе окей Можно какой-то еще Пуфик приставной сделать Который катается Вот эти кресла Скорее всего Поворачиваются влево-вправо Да И, соответственно Они либо на камин смотрят Либо сюда Отлично Какая еще дополнительная опция Ну, то есть Круто, когда на диване сидят Например, да И с кем-то побеседовать Вот когда кто-то тут сидит Например, на диване Ну, зона должна быть Не меньше Не больше, чем 2,20 Ну, то есть Совсем край Это 2,5 метра То есть Если от человека До человека Это 2,5 метра То это уже Тяжело слушать Здесь примерно Такое расстояние Сейчас смотрю 2,700 примерно Да То есть тут примерно так То есть это уже будет некомфортно Человеческий голос Это 2,5 метра Ну, лучше 2,20 где-то Вот, соответственно Тут что Классно Если тут человек сидит Например, да Вот так вот он размещен То круто, если он беседует С кем-то, да Вот не так далеко А вот где-то вот здесь Вот поэтому Я сейчас указал то Что дополнительно Можно какое-то кресло Где-то поставить Либо куда-то ближе Но это такое комфортное состояние Просто тоже об этом знаете Помните Поэтому Как бы может быть Какую-то приставочку Может быть тут Как-то поменять Что-то добавить Доделать именно сидушечку Но не обязательно Можно и так оставить В принципе Все здесь устраивает И все нормально Вообще хорошая планировка То есть Мне все нравится Все достойно Классно Рекомендую Да, уже все в финал Вот Это вот работа Нашего Пускника получается По второй части Темы Он прошел Игорь Зону Задачу по Техническому заданию Собрал задание Практическое задание От клиента Согласовал с клиентом Эту планировку Согласовал Получается с ArtDirect То есть Со мной эту планировку Теперь ее может презентовать Оформить И сдавать И дальше уже идти на визуализацию И на создание дизайна Как это все будет выглядеть Поэтому Давайте поздравим Игоря Игорь молодец В общем Планировка отличная Напишите Понравилась вам Планировка Какие есть Комментарии Рекомендации Если есть А Игоря мы желаем Удачи И движения вперед К цели К тому Чтобы стать дизайнером И полностью Посвятить себя Возможно Этой профессии И уже Двигаться в этом направлении В работе с клиентами На этом сегодня все С вами был Санислав Орехов Ставьте видео лайк Хотите научиться приходить к нам Хотите создать Качественные проекты Самостоятельно Либо реализовывать Есть у нас книга Да Которую можете приобрести По ссылке под этим видео И сможете Качественно реализовывать Свои проекты Не только на картинках Но и в реальности В реализации Увидимся в следующих видео Субтитры создавал DimaTorzok